Не умеет боксировать, не просто тратиться, а брать своим мастерством умный боксер. Мастеровитый боксер, брать мастерством, чтобы не выравниваться. Заложник ситуации в этой весовой категории на самом деле. Надо ждать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да нет, ну они, может быть, просто спускались туда. Да как они там? Тут накатанная дорога. А что, может, ты как в прошлый раз прыгнешь? Отсюда? Первый этап тренировочного процесса – общий физический сбор. И мы набираем силовыми тренировками мощь, фундамент, чтобы поставить потом специальную подготовку на нее. И за месяц или почти чуть больше мы узнали, что поменялся соперник. И когда приехали спарринг-партнеры, мы уже им показали ведение поединка ИСы и показали, какие комбинации он бьет, что он делает в разных направлениях или моментах. Я всегда уверен в Денисе. Он с характером спортсмен. Поэтому свое не отдаст. Настраиваемся всегда, кого бы нам бы промоутер наш не дал бы в качестве оппонента. Всегда настраиваемся не на легкий бой, не на легкую прогулку, не более. Мы давно не боксировали. Мы боксировали в марте. В третьем раунде Денис нокаутировал. Потом три раунда – это девять минут. Потом же мы с Артемом Лобовым дрались. Это четыре раунда получилось по две минуты. Это восемь. Сейчас мы хотим пройти всю дистанцию и продраться. Дай бог, у нас будет все-таки шанс побоксировать за титул. У меня есть работа, опять же, есть онорар. И большинство от меня ничего не зависит. Я выполняю поставленные задачи от моего промоутера. Ну все, безумный. Делится сбор на два этапа – общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка. То есть, когда УФП, у нас три недели по три тренировки в день. Шесть утра, двенадцать дня, шесть вечера. В субботу две у нас тренировки. Утром кардио работа разная. Смотря по погоде, так же, когда было лето, мы могли там и на сабе плавать, на байдарке поплавать. Сейчас такой возможности не было, потому там меняли. Даже на роликах, на этих, снега еще даже когда не было. Но подмерзало было, ноль был, гололед было, скользко. Но все равно выходил и не трудился. Там в обед идет, так же само было, менялась там работа. Есть где на руки идет работа, где на ноги. А вечером, так же само менялась, стояли в парах, либо работали на мешке. Был психолог, который в первую очередь загружал, работал над головной коробкой, в принципе. Это память, воображение, представление, там, что еще. Когда он работал над качеством головного мозга. Например, как тренер работает над качеством физического человека. Сила, ловкость, выносливость, гибкость, скорость. Тут он больше работал над головой. Есть диетолог Александр Фока, и он уже на протяжении шести лет с нами работает. И сбалансированное питание, жиры, белки и углеводы. Все четко, грамотно, составлено. И с весом нет никаких проблем. Сбрасываем где-то около восьми килограмм. ***, все он, ***, и *** настроение. Оно-то вкусно, но правильная пища просто. Лишнего не было бы ранее. У нас такой менталитет просто, что все знают, как надо сделать. Так и большинство неудачников. А удачные люди так не пишут, потому что они сами достигают цели. И у нас их единицы и в медалях, и вообще в спорте. Немного у нас... Типа спортивная страна, но все люди в шахтах, на работах. Камазисты там, деньги. Как-то говорю. Бабушка отработала на краде. Сорок лет? Ну да, одна и вторая. Как она может разбираться в боксе там, либо что-то еще. А и все равно с кем мы боксируем? Она болеет за нас, смотрит. Не, я говорю за других. Большинство людей на площади... Вообще, как говорят, а что там боксировать? Вышел, руками помахал. Ну все. За что они такие там деньги получают? Мы здесь уже второй раз. Это гостиница «Шевельер Панорама». Получается, мы здесь первый раз были летом, когда готовились к кулачному бою. И оно только открылось. Здесь есть зал бокса, зал единоборств. Все, что надо, гринги, мешки, бассейн, который очень важен в подготовке. Мы живем всегда в Буковеле, но сюда вот ездим 8 километров, если не ошибаюсь. Здесь еще на 160 метров выше, чем там, где мы живем. Здесь 960. Если правильно сказать, на русском не скажу. На украинском языке или яблуневый, или яблунцевый. Яблун. Да, яблун вообще села Яблуныцы, но вот этот хребет, вот здесь этот подъем, этот перевал. Потому что сюда едем за кислородом. Здесь действительно тяжелее даже дышится, чем когда мы находимся в Буковеле. Переговаривали с Топдогом. Есть там неплохие ребята. Как там? Искандер, да? Там есть такой. У него есть перстень красивый. Парень молодой. Он без проигрыша. Там просто ценовая политика у меня слишком большая на такие мероприятия. И на Америку, конечно, написал Барнаков. Сказал, что я готов. Оттуда пришел ответ. Сказали, что хорошо, можно что-то придумать. И если бокса не будет, например, как бокса и не было, на протяжении 8 месяцев, и мы участвовали в кулачке, то если опять будет большой перерыв между боксом, то мы снова пойдем в кулачку, побоксируем и опять на боксе. Не стой, не стой перед ним. Качай, качай, качай. Вчера проработал 15 раундов. Есть сегодня крепатура, усталость, набитые руки. Три спарринг-партнера, которые менялись постоянно через каждые 4 раунда. Свеженькие, молодые кони. По 20 лет. 21, 22, 23. Они звери дышат спином. Знали заранее соперника. Должен был быть Густаво Даниэль Лемо с Аргентины. 27-0, молодой парень, 25 лет ему. Третий номер рейтинга IBF, 12-й WBO. Уже его проанализировал, просмотрел, нарисовал в голове комбинации. Просмотрел его ошибки, сильные качества, слабые качества. Уже под это работалось. Звонок, говорят, так и так парень рассредился. Я говорю, наверное, кулачку посмотрел. Передумал ехать в Украину. Это что, даже взять за океаном в Америке. Они же всю основную часть гонорара зарабатывают с платной трансляцией. То есть то, что у нас люди еще с постсоветского пространства и живут Советским Союзом, и блются, что там 36 гривен тяжело заплатить за трансляцию, не выпить чашку кофе. Ну, это бред. 21 век, все уже идет, у всех есть гаджеты, ты в машине идешь. Даже как сейчас я смотрю футбол и купил себе трансляцию. Я всегда могу смотреть футбол либо бокс. Я себе поставил телефон в машине, и оно так же самое вот бокс. Почему нет? Пока мы не пришли к этому уровню, только набираются обороты. Мы были первые в Украине, кулачку показали. Сейчас будет ESPN+. Конечно, мы идем только к этому, и Украина старается развиваться в этом направлении. Ну, всегда нравится выход мне, как болельщик. Каждый ищет своего персонального героя. Кому-то нравится Марио, кто-то заключенный. Кому-то вылет. Кому-то медведь олимпийский, либо мотоцикл. 100 людей, 100 мнений. Для каждого подбираем персонажа. Конечно, они, наверное, все хотят, чтобы я уже давно поехал и в Америке дрался где-то, и где-нибудь за границей. Ну, пока что маем это шо маемо, и все. Бой должен был быть 27 ноября, а так как там формировались немного, мы поехали домой на 10 дней, но мы вернулись сюда на 11 день, и мы зашли в тот же самый дом, и такое ощущение, что мы никуда отсюда не уезжали. И так кажется, сейчас вот пятая неделя заканчивается, но кажется, что мы здесь уже очень-очень долго. Настроение, ну, трудимся. Никому не легко. Это тяжелый хлеб. Кто там что бы не говорил, что спортсмены там много денег зарабатывают, что там выйти руками помахать. На самом деле это очень тяжело, очень сложно. Постоянно в режиме. Уже все устают под конец сбора. Мы постоянно находимся вместе. Ну, командная работа идет. У нас есть цели. Поэтому это, знаешь, такое, но уходит на второй план, это вся усталость. Все за благо, чтобы получился результат. Сняли мини-фильм про всех участников сборов. Сейчас на Гупрошку наснимали эту подготовку. И пока идем, команда растет. Ну, все пока что составляется. Понятно, что опаздываем. Понятно, что всем хочется. Давай давай быстрее в этот день. Но помимо этого дня куча своей работы, которые надо выполнять. И когда доходит, можно сказать, до компьютера руки, то уже ты уставший. Тебе надо вставать опять снова в пять и идти на тренинг. Туда-сюда мы ж не знаем. Мы всегда ходили на усика и так так же смотрели и думали, блин, там мешок. Ну, а он там бил мешка там. И мы такие, мешка, мешка, мешка. Оказывается, это просто усик хорошо был подготовленный и выносил их всех. И потом мы, когда мы захотели опять снова прийти, тут мы уже не смогли на него прийти. Пришлось бы лететь в Америку либо в Лондон, в Великобританию. И все. И на этом закончилось. Так что вы приходите, пока что есть у вас такая возможность увидеть бой вживую. Потому что никто не знает, может, будут травмы, может быть, карьера закончится, может быть, в кулачку уйдем и в других местах будем боксировать. И потом только будете кусать локти и вспоминать про бровары, как было здорово, когда можно было посмотреть на своих кумиров либо вообще просто на красивый бокс от олимпийцев.